МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только половина индивидуальных предпринимателей при Каме сделала страховые взносы. Краевая налоговая служба подводит итоги работы в 2017 году. Город удобный для автомобилистов. Жители Перми поставили ее в верхнюю часть российского рейтинга. Расходы пенсионного фонда при Каме вырастут на 300 миллионов рублей ежемесячно. Ведомство рассказало об индексации выплат в следующем году. Новости на РБК Пермь. В студии Станислав Загайнов. Здравствуйте. Взносы за пенсионное и медицинское страхование за 2017 год уплатили около половины индивидуальных предпринимателей при Каме. Эту информацию телеканал РБК сообщили в управлении Федеральной налоговой службы по Пермскому краю. В регионе на учете налоговиков состоит около 80 тысяч индивидуальных предпринимателей. Сумма уплаченных взносов на данный момент составляет около миллиарда рублей. Это чуть больше половины от планируемого поступления. Как сообщили в управлении, фиксированный платеж на обязательное медицинское страхование в 2017 году составляет 23 400 рублей. На обязательное медицинское страхование почти 4 600 рублей. За несвоевременную плату взносов предусмотрены начисления пении и дальнейшее принудительное взыскание. Срок установлен законодательством не позднее 31 декабря. Но учитывая, что он падает на выходной день, плательщики вправе уплатить страховый взнос не позднее 9 января 2018 года. Но мы рекомендуем всем плательщикам исполнить свою обязанность по уплате страховых взносов в этом году. Также в ФНС по Пермскому краю сообщили, что индивидуальные предприниматели, которым в связи с непредставлением налоговой отчетности органами пенсионного фонда рассчитаны страховые взносы за 2014-2015 годы, исходя из 8-кратного размера оплаты труда, вправе представить отчетность, в том числе и с нулевыми показателями в налоговые органы. Согласно ей будет произведен перерасчет, исходя из одного минимального размера оплаты труда, и сумма платежа по страховым взносам уменьшится. Город Пермь занял 26-е место в сотне крупнейших городов России по удобству для автомобилистов. Исследование подготовил портал Домофонд, опросив жителей самих городов. Аналитики ресурса предлагали горожанам оценить состояние дорог и парковок в своем районе. В Перми опрос прошли более 3000 человек. Средняя оценка 4,7 балла из 10. Тройку лидеров рейтинга составили Грозный, Тюмень и Сочи. Замкнул сотню Ярославль. Всего в опросе приняло участие более 250 тысяч человек. Средняя оценка по стране составила 4,1 балла. Это ниже, чем в Прикаме. При этом разрыв между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения дорожной ситуации городами составил 3,5 балла. Почти на 300 миллионов рублей ежемесячно вырастут расходы Прикамского отделения пенсионного фонда в связи с индексацией в 2018 году страховых пенсий для неработающих граждан. В среднем выплаты вырастут на 400 рублей, рассказал управляющий региональным филиалом фонда Станислав Авранчук. Озвучено, что на учете в Прикаме состоит 2,9 миллиона застрахованных граждан, из них более 800 тысяч пенсионеров. В этом году, с учетом всех индексаций, средний размер пенсии на территории региона увеличится на 550 рублей. А в целом расходы на выплаты составили более 142 миллиардов. С января 2018 пенсии неработающих жителей края вырастут на 3,7%. Увеличится как сам размер страховой выплаты, так и фиксированная составляющая в диапазоне от 20 до 1000 рублей. Кроме того, согласно новому закону, который вступит в силу с января следующего года, меняется порядок выплат работающим пенсионерам. Сейчас ему после увольнения назначают страховую пенсию без учета проводимых индексаций. С 2018 года, к примеру, если увольнение состоялось в феврале после январской индексации, то в июне при перерасчете пенсионеру доплатят и за 3 месяца, которые он не работал, чего ранее не было. Пенсионер отработал январь, в феврале месяц уволился. В соответствии с законодательством, мы перерасчет пенсии делаем ему уже с июня месяца, то есть после всей обработки отчетности. Раньше бы за эти 3 месяца пенсионер потерял бы эту доплату пенсии. По новому законодательству мы в июне месяце ему уже выплачиваем проиндексированный размер пенсии и доплата за прошедшие 3 месяца. На текущий момент на учете в Прикамском отделении пенсионного фонда состоит более 168 тысяч работающих пенсионеров. Индексация выплат этой категории будет проведена в августе 2018-го. Максимальная прибавка составит 250 рублей, что соответствует 3 пенсионным баллам. Осужденный за гибель вице-спикера ЗАГСобрания Прикаме бизнесмен Алексей Бусаров добился освобождения по УДО. Представители потерпевшей стороны об этом решении суда узнали от РБК Перм. Чердонский районный суд удовлетворил просьбы директора Верещагинского комбината хлебопродуктов Алексея Бусарова об условно-досрочном освобождении, сообщается на сайте Газправосудия. Бизнесмен отбыл более третий из назначенных ему 2 лет 11 месяцев лишения свободы за гибель в ДТП вице-спикера парламента и лидера фракции ЛДПР Сергея Митрофанова. Вынесенное 22 декабря постановление об УДО может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Пермского краевого суда в течение 10 дней. Доступление в силу вынесенного постановления осужденный не вправе покидать колонию поселения. Дали прогноз погоды. Оставайтесь на РБК и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова